Всем привет дорогие друзья! Помните ли вы конец 90-х и начало 2000-х, когда появилось множество культовых и крутых игр? Есть ли у вас приятные воспоминания, когда речь идет о таких проектах как Doom, Quake, Half-Life, Warcraft, Spire, Crash, Need for Speed или Metal Gear? Все эти творения принесли многим геймерам новые ощущения и позволили почувствовать себя гонщиками, секретными агентами, бравыми солдатами или просто побывать в красивом и фэнтезийном мире. Но в то же время, очень быстро стал очень популярным жанр хорроров. До сих пор многие задаются вопросом, почему игры, которые нас пугают, заставляют сидеть перед экраном и не отпускают нас до самого конца? Чувство адреналина, интересная захватывающая леднящая душу история, омерзительные монстры и пугающие локации, которые заставляют кровь стынуть жилых. Вот почему мы любим эти игры. К сожалению, сейчас ужастики от крупных студий выходят не так часто. Да, ремейт Resident Evil 2 был потрясающим, но хорроров подобного калибра крайне мало. В основном разработкой занимаются инди-студии, и качество их игр сильно отличается. От бездарных подделок, кривых и не страшных, до весьма отличных. Будучи любителем пощекотать свои нервишки, недавно я наткнулся в стиме на одного японского разработчика, который делает небольшие и дешевые проекты. Сегодня я хочу рассказать вам о студии Chilas Art, а точнее про 4 игры, которые точно придутся по душе любителям ужасов. Это Акаманто, Окаэри, Инонаки Туннель и Стигматized Property. Аканто, Окаэри, Инонаки Туннель и Стигматизация Туннель и Стигматизация Туннель. Чиллос Арт Чиллос Арт – это небольшая инди-студия, состоящая в основном из двух братьев, которые проживают в Японии. Чем же отличаются их проекты от множества других ужастиков, которые заполнили Steam? Лично для меня главным пунктом является то, что их творения основаны на легендах или реальных событиях, которые случились в Японии. Поэтому вы сможете не только поиграть во что-то страшное, но и знать нечто новое. Но не будем забегать вперед и обо всем по порядку. Если среди зрителей есть люди, которые изучали японский, то сразу прошу прощения за возможное неправильное произношение японских слов или названий. Я русский, и мое произношение на уровне Лондона и The Capital of Great Britain, так что не держите зла. Начнем, пожалуй, с самой простой игры из этого списка – Окаири. Сразу отмечу, что все эти игры – это не игры в полном смысле этого слова, а скорее всего экспириенсы. То есть небольшой рассказ или приключение. Проходятся они быстро, за минут 40 или за час. Так вот, Окаири – это симулятор ходьбы, но весьма неуютный. Мы играем за девушку, которая недавно переехала в новый дом со своей мамой, которую они недавно купили. Местность настолько новая, что даже героини не помнят и находится вход в ее новое жилье. Сразу бросается в глаза визуальный стиль. Все творения Chilas Art выполнены в ретро-стиле, то есть с фильтрами VHS, словно вы смотрите старую кассету. Это можно выключить в настройках, так как эти фильтры весьма снижают освещаемость. Хотите картинку, как на PlayStation 1 или же без этих эффектов – дело личное. Благо в опциях можно их включить или отключить. Бродя по узким улицам с несколькими домами, героиня находит свой дом. Но новый дом не встречает протагонистку вкусным обедом и материнским теплом. Изучая комнаты и предметы, мы узнаем, что покупка обошлась недешево, да и семья весьма небогата. С наступлением ночи начинают происходить странные вещи. Предметы летают в воздухе, мы видим маму, которая исчезает на наших глазах. В итоге, найдя важную записку, в которой говорится, что семья героини находится в серьезных долгах, мы наконец находим маму. Вы правы, прошу прощения за спойлеры, но сделаю небольшое отступление. В этом видео будет много спойлеров, но поверьте, так как эти игры весьма короткие, то важно именно само погружение, а не знание финала. Творение Чиллосарт это что-то вроде первой игры о Слендере или Си Си Пи. Вы знаете, что произойдет, но происходящее на экране держит напряжение. Пугает именно давящая атмосфера и сам процесс. Так что настоятельно рекомендую играть в полной темноте и в наушниках. О Кайри это небольшая бродилка, которая цепляет чувством одиночества и приближением чего-то плохого. Проходится все это за минут 20, но не стоит беспокоиться, так как игра стоит копейки. Гораздо интереснее следующий проект. Инунаки Туннель. Помните, я сказал в начале, что некоторые игры имеют связь с настоящими событиями или городскими легендами? Так вот, активируй режим Википедии. Туннель Инунаки считается одним из самых призрачных мест Японии. Дело в том, что в далеком 88 году в этом месте был зверски убитый и сожжен заживо один человек. Убийцами была группа подростков. Не буду вдаваться в подробности, можете сами загуглить и найти всю важную информацию. Но с тех пор ходят слухи, что в туннеле пропало множество людей, поэтому после зверского убийства проход полностью заблокировали цементными блоками. Игра начинается с того, что некий молодой человек хочет полностью пройти этот туннель и заснять все происходящее, чтобы стать знаменитым. От родиться любых ужасов, войдя в такое место, все идет не совсем по плану. Инунаки Туннель весьма страшная игра. Атмосфера одиночества и присутствие чего-то зловещего не покидает до самого конца. Идя по узкому туннелю, появляется чувство каустрофобии, звуковой дизайн создает нужную атмосферу. Постоянные капли, шорох и эхо шагов протагониста создают леденящую кровь атмосферу. Иногда есть такое чувство, что кто-то идет сзади, и когда вы поворачиваетесь назад, становится страшно. А есть ли кто-то позади меня? Присутствует и пара страшных моментов, но выполнены они недешевыми криками. Вот этот, например. Я обожаю такие моменты. Когда всего лишь один звук шагов начинает давить на играющего, ожидая, что вот-вот случится что-то страшное, и в самый неожиданный момент оно происходит. Низкий поклон за такой подход, когда разработчик создает саспенс и держит игрока в напряжении, чтобы потом наиболее эффективно напугать его. История также присутствует, подается она в виде записок, оставленных в разных местах. Геймплейный инунаки туннель это тоже симулятор ходьбы, в котором нужно иногда решать простые пазлы. В основном это простые «возьми эту вещь и примений там», чтобы пройти дальше. В игре три разных концовки, одна плохая, другая хорошая и третья супер страшная. Покажу вам лишь плохую. Покажу вам лишь плохую. Покажу вам лишь плохую. Чтобы получить хорошую концовку, нужно найти специальные статуи и поставить их на алтари. Они очень хорошо спрятаны, так что стоит исследовать ваше окружение. Иногда исследование мест приводит весьма к неожиданным моментам. Вот это мне особенно понравилось. Продолжение следует... 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 Подведем итоги по трем играм. Это весьма необычные, весьма атмосферные и страшные проекты. Да, они короткие, но точно способные заставить любителя ужастиков приятно провести вечер. А теперь время рассказать про последнюю игру, победителя по количеству скримеров и, на мой взгляд, лучшую игру от Chilasar. Akamanta – это генератор грязных труселей. Если три предыдущих игры всего лишь заставляли чувствовать вас неуютно, то Akamanta заставит вас дристать от страха, если в наличии стальные яйца вы решили играть ночью. Но перед этим, уверяю, это в последний раз, немного википедии мэна. Akamanta – это японская городская легенда, которая повествует о зловещем призраке, который обитает в школьных туалетах. Зайдя в кабинку, некий голос предложит, красный ли синий билет. Выберя красный, человек будет жестоко убит, что вся его одежда будет в крови, словно он одет в красный плащ. Выберя синий, человек будет задушен так сильно, что его лицо станет синим. Есть лишь один правильный ответ – сказать духу, что не хотите никакого билета, тогда ничего не случится и дух отстанет. Весьма захватывающий миф, и именно на его основе разработчики сотворили уникальный хоррор. Если вы не любите скримеры, то эта игра явно не для вас, так как здесь за вами постоянно будет гоняться Akamanta. Про сюжет я уже рассказал выше. Все начинается с того, что девушку, за которой мы играем, запирают в заброшенной школе две другие школьницы. Проблема проста, не поделили парня. Мы заходим в заброшенную школу и понимаем, что нас ожидает незабываемое времяпровождение. Начав исследовать школу, мы знакомимся с управлением. Как и во многих ужастиках, тут можно бегать, приседать. Также есть инвентарь, и выполнен он в стиле старых игр, наподобие Resident Evil или Silent Hill. Единственный минус состоит в том, что нельзя таскать больше трех предметов. А так как зажигалка является местным фонариком, без него совсем никак, то по сути у вас всего два места в инвентаре. Цель игры – убежать из школы и не умереть. В игре две концовки, одна хорошая, другая секретная. Но все не так просто, так как игра очень хардкорная. Хардкорность заключается в одной важной детали – у вас всего лишь одна жизнь. Умереть придется начинать все сначала. В Акоманту нет подсказок и сохранений. Школа поначалу кажется весьма запутанной, а в вентиляции можно совсем потеряться. Но в этом и кроется интерес игры. Вы хотите пройти дальше и узнать, чем же все закончится. Поэтому с каждым прохождением, с каждой смертью, вы запоминаете местность, что нужно делать, и в следующий раз играть уже легче. Сам геймплей прост. У нас есть много закрытых дверей, которые нуждаются в открытии, и столько же головоломок, которые нужно решить. По школе разбросаны разные предметы, и нужно определить, куда их нужно отнести и как применить. Но не все будет так легко. Спустя пару обязательных действий за вами начнет гоняться Акоманту. Именно в эти моменты игра становится жуткой и страшной. Идя по коридору, вы не видите наперед, потому что темно. Как вдруг раздается крик, и на вас бежит убийца в красном плаще с ножом. Так и начинается игра на выживание. Способов обороняться нет. Единственный шанс на выживание – это бежать и прятаться. Но и тут не все так просто. Если призрак увидит, как вы прячетесь в шкафу, то он спокойно вас оттуда достанет. Ретографика очень сильно способствует созданию ужасающей атмосферы. Когда вы не знаете, что за углом, когда радиус обзора крайне мал, и вы неожиданно выходите на вашего преследователя. Таких моментов полно. Даже если вы исследуете какое-то место, команда может войти и напугать вас. Но не только дух предоставляет угрозу. В вентиляции передвигается огромная сороконожка, а по школе ползают пауки, которые способны остановить вас, когда вы убегаете, и от них придется отбиваться. Скорее всего, не всем придется по душе такая сложность. И не факт, что каждый сможет одолеть эту игру целиком. Но если вы являетесь любителем ужасов, то стоит попробовать. Острые ощущения точно обеспечены. Продолжение следует... На момент написания этого текста вышла новая игра от Chilas Art под названием Юкиона. Я не буду вдаваться в подробности, но по геймплею она сильно напоминает Акоманту. То есть у вас всего есть одна жизнь, и нужно сбежать из одной японской деревушки, избегая призрака. Геймплейно это точная копия Акоманту, но с новыми скримерами и головоломками. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео, и что вы нашли новый интересного разработчика хорроров, которого стоит поддержать. Ведь эти игры действительно интересны и достаточно страшны. Да и стоят совсем недорого. Если вам хочется поддержать студию Chilas Art, то можете подписаться на их твиттер. А если вам не жалко пару баксов, то можете помочь с их патреоном. Всего лишь за 5 долларов у вас будет ранний доступ к новым играм и ключи для стима. Все ссылки в описании к видео. Спасибо, друзья, за ваш просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего наилучшего и до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok